Всем добрый день. Немного о себе. Меня зовут Ольга Жузлика. Я инструктор оздоровительного цигун, мастер первого дуани. Сейчас готовлюсь к сдаче экзамена на второй дуани. С детства я увлекалась спортом. Занималась плаванием, фигурным катанием, большим теннисом, лыжами. В 90-х годах познакомилась с йогой. Практиковала разные направления. Аштанга Виньяса йога, йога Айнгара, йога Сукшма Вьяяма. Меня увлекала идея самопознания и развития. Чтобы как-то структурировать свои представления о йоге, ее техниках, я пошла на курсы подготовки инструкторов йоги. На курсах у нас была не только практика. Нам рассказывали не только о травмобезопасности, но также читали лекции по физиологии и анатомии, по истории и философии йоги. Надо сказать, что после этого курса у меня появилось более целостное представление о йоге как у психофизической практики, о ее техниках, о ее этике. Моя личная практика стала более осознанной. Я начала делиться своим опытом с другими. Преподавала йогу Сукшма Вьяяма. Йога Сукшма Вьяяма – это сочетание суставно-мышечной гимнастики с различными способами дыхания и концентрации внимания. Мое знакомство с цигун началось с самого популярного и известного комплекса Ба-Блан-Зинь – 8 отрезов парчи. Ощущая бодрящий эффект от упражнений цигун, я стала показывать знакомым этот комплекс, вести занятия на работе для сотрудников нашей компании. А когда из-за ковида мы все перешли на удаленный режим работы, я продолжила вести занятия на платформе Zoom. Практика цигун неразрывно связана с традиционной китайской медициной. Ее представление о методах лечения, укрепления здоровья. Поэтому для более глубокого понимания движений, их оздоровительного эффекта, я параллельно начала изучать основы традиционной китайской медицины на кафедре восточной медицины в Российском университете дружбы народов РУДМ. Это, безусловно, помогло мне и в моей личной практике, и в преподавании. После изучения первого комплекса последовали другие. Уциньси, Игры пяти зверей, Идзиньдзинь, Основной канон укрепления мышц и сухожилий, Даву, Великий танец. И, наконец, Давуинь, Яншингун, Шиэрфа. 12 методов сохранения и укрепления здоровья. Это было мое первое знакомство с направлением Давуинь-Яншингун. После прохождения переподготовки на инструктора оздоровительного цигуна в Академии физкультуры и спорта при Южном федеральном университете я начала обучение по новой программе. Это совместная программа Ассоциации Давуинь-России и Пекинского спортивного университета. Это курс подготовки инструкторов по направлению Давуинь-Яншингун. Занятия ведут президент Ассоциации Давуинь-России Владимир Александрович Бутримов. И профессор Пекинского спортивного университета Ху Сяо Фэй. Немного слов о направлении Давуинь-Яншингун. Это направление оздоровительного цигуна. Основателем направления является Джанг-Гуан-Дэ. В этом году мастеру исполнилось 90 лет. В Пекинском университете открыта кафедра Давуинь-Яншингун, на которой проводят исследования методов выздоровления, основываясь на знаниях не только традиционной китайской медицины, но и на знаниях современной медицины. На кафедре были разработаны и исследованы комплексы, как общеукрепляющие, так и по укреплению и оздоровлению отдельных органов и систем. Дыхательный, сердечно-сосудистый, пищеварительный, мочеплавой, костно-мышечный, иммунный системы. Дауинь-Яншингун – это сочетание плавных движений, равномерного дыхания, концентрации внимания и стимулирования ключевых биологически активных точек, активизации энергетических каналов. Это направление цигун получило признание не только в Китае, но и за его пределами. Это направление ещё называют путём к долголетию. А я бы называла это направление путём к здоровому долголетию. Приглашаю вас на мои занятия. Преподавание проходит по программе двух университетов – Академии физкультуры и спорта при Южном федеральном университете и Пекинского университета спорта. На наших занятиях мы будем изучать как общие оздоравливающие комплексы, так и специальные комплексы для укрепления отдельных органов и систем. Познакомимся с биологически активными точками, способами воздействия на них. Узнаем, где, согласно китайской традиционной медицине, проходят энергетические каналы. Изучим технику самомассажа. Давайте вместе будем исследовать скрытые возможности нашего организма. Эта практика подходит людям любого возраста и с любой физической подготовкой. Главное научиться расслабляться и регулярно выполнять изучаемые движения. И результат обязательно будет.